здравствуйте приветствую вас на канале с вами снова Евгений и сегодня мы будем с вами пробовать нарисовать модели вот такого самолета и так приступим для начала я скачал вот такие вот ссылочные картинки и разместил их на виде сверху и на виде спереди я их с помощью правой клавиши мыши здесь кликаем с помощью calibrate я я задал одинаковую размерность у них и здесь задал калибровал их то есть экспозиционировал друг утащить на друга более-менее приемлемо перейду на вид спереди я уже нахожусь в рабочем пространстве скульпт далее я выбираю инструмент цилиндр вот так вращаю и на виде слева в данном случае спереди я создам какой-то некоторый такой вот цилиндр где-то вот такая вот длина должна быть добавлю еще фейсов пусть будет 6 нажмем окей далее в браузере я подвину это тело так спозиционеру и нажму окей вызов инструмент edit form и вот собственно ведь сбоку я на начну редактировать все это буду так нужно выбрать здесь edge выберу грань и собственно буду ее сейчас потихонечку двигать и редактировать передвинуть сюда длинный Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее зажимаю клавишу Alt и создаю еще один Face. Меняю его пропорции и потихонечку двигаюсь к носу воздушного судна. Делаю сужение, но дошел до винта. То же самое нужно сделать в хвосте воздушного судна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нажимаем ОК... И посмотрим на виде сбоку... Ну вот выглядит это все вот так... Теперь нам нужно сделать все то же самое, но на виде сверху. Продолжение следует... Делаю Move данной нашей модельки. И попробую ее... Спозиционировать... Как можно более точно... Относительно нашей центральной оси... Так, посмотрим... Не сделали где-нибудь ошибку... Да, на виде сбоку все это выглядит более-менее... На виде спереди... Мы еще будем все это редактировать... Давайте перейдем на вид сверху... И продолжим редактирование... Начнем вот с кабины... Субтитры создавал DimaTorzok... Субтитры создавал DimaTorzok... Процесс достаточно трудоемкий... Местами, возможно, даже утомительный... Но... На этом этапе... Нужно постараться сделать... Максимально аккуратно... Так... Не выделил я из экрана... Так... 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 Так, ну, на виде сверху, по-моему, начало выглядеть намного получше. Вот мы с вами получили вот такую вот форму, в принципе, в двух плоскостях она выглядит достаточно хорошо, на виде спереди давайте посмотрим, тоже выглядит она неплохо. Далее, что я предлагаю сделать, закончить редактирование, перейдем в вкладку патч, выберем Offset Face, выберем нашу поверхность и нажмем ОК. Зачем это делаю? Потому что в случае, если я найду какую-нибудь ошибку, которую мне нужно будет редактировать, мне не нужно будет расшивать это тело, редактировать поверхность, то есть у меня будет всегда некоторая такая предыстория для редактирования. далее я перейду на вид споку, создам здесь эскиз и с помощью инструмента Line я задам вот такую форму здесь и нажму ОК. Выберу операцию Extrude и симметрично в обе стороны я осуществлю вытягивание. Далее сделаю Split Face и выберу вот эти вот три поверхности, нажимаю ОК, отключаю видимость нашего тела и и вот у меня остался вот такой вот вырез, который будет нашим будущим плафоном. В принципе он уже сейчас является полноценной какой-то моделью для плафона, для крышки самолета. Далее выбираю инструмент патч, закрываю здесь модель, выбираю патч, закрываю модель здесь и нажимаю ОК. В рабочее пространство скульпт, выбираю инструмент Extrude и хотя да все, да я вам могу здесь продолжить редактирование. Давайте эту носовую часть с вами закончим. Так, здесь будет два деления. Edit Form. Центральный ползуночек, все это сузим здесь. Двойной клик и за центральное, ну так поменяем форму, сделаем ее. Чуть более плавные. Здесь верну все это назад. ОК. Выберу инструмент Fill Hole и вот так все вот это вот закрою. Нажиму ОК. Попробую еще вызвать инструмент Edit Form и вытянуть вот так вот носок, кончик. Хорошо. Перейду в патч, опять вызову инструмент Offset Phase. Далее мы можем просто вызвать, также нарисовать здесь на виде сбоку эскиз и засплетить уже вот эту поверхность на два вот этих элемента, которые мы видим с вами на базовом рисунке. Давайте далее перейдем также на вид сбоку, вернусь к этому эскизу и начну его редактировать немножко. Я перейду в инструмент Spline и я вижу вот такой вот обвод идет по корпусу самолета. Это как раз то самое место, где крепится вот само крыло вот здесь вот, вот оно до сюда идет, в принципе. В такой вот проекции можно приблизительно понять вот где это крыло крепится к корпусу воздушного судна. Соответственно, первое, что мне нужно, это все-таки сделать project, проекцию нашего тела на эскиз и потом уже вызываю инструмент Spline. Почему? Почему? Потому что мне нужно, чтобы дно было у воздушного судна вот такое вот плоское. Соответственно, с привязкой вот к базо-проекционной линии я начинаю рисовывать Spline как-то вот так. Он идет здесь и заканчивается как-то вот так. Немножечко давайте подкорректируем все это. Три точки. Вот так уберу все это. Ну, как-то более-менее все это похоже. Далее. Мы видим здесь с вами вот кончик крыла нашего, который где-то вот здесь вот выглядит. Вот элероны, собственно, крайний. Вот в месте этого элерона у него, собственно, вот он находится вот на такой высоте на виде сбоку. И на виде сверху находится вот на таком расстоянии. Я же предлагаю... Так. Сейчас. Вот это спереди. Перевернем так наш эскиз, наш модельку. Создадим эскиз на... Так. Немножко неправильно. Верну наши Origins. Выберу вот эту поверхность. И на виде сверху я создам эскиз. И на эскизе я это нарисую вот такую вот линию. Вот так. Нажму ОК. И в режиме патча также произведу операцию Extrude. Вот туда вот вверх. И нажму ОК. Ну, в принципе, я могу уже здесь рисовать эскиз, но мне немножко неудобно. Хотя... Да, оно просвечивается. Поэтому я создаю эскиз вот на этой поверхности. Могу даже, наверное, отключить ее видимость. А хотя нет, мне она будет нужна. Почему? Потому что вот где-то вот в этом месте, вот с такой вот заданной шириной, у нас находится профиль крыла еще один. Я теперь вызываю инструмент Spline опять-таки. И вот с привязками к этим точкам я... Вот так вот создам некоторый контур такого крыла. А здесь в точке будет вертикально. Поправить нужно здесь тоже. Ну и вот надо вот... Расправить все вот эти точки как-то. Возможно, одно даже нужно будет удалить. С помощью клавиши DL я одно удаляю. Так, все это уменьшаю. Если есть, скажем, у кого-то правильные профили, он может сразу использовать здесь. Я же сейчас все это делаю на глаз, потому что это учебный пример, который я буду стараться делать похожим, но не точным. Я нажимаю... Так, давайте все-таки сделаю, наверное, Trim. Вот здесь по центру. И нажму Stop Sketch. Вот у меня имеются такие два элемента. Два эскиза. Отключу. Перехожу обратно в Sculpt. Выбираю Instrument Loft. И выбираю... Так, не надо погасить, наверное, это тело. Выбираю раз эскиз. И два эскиза. И у меня получается вот такое вот крыло. Оно идет у меня снизу. Так, отключу видимость. Хотя, наверное, не мешает. Уменьшу разбиение на четыре части здесь, чтобы было. И... Так. Вот так здесь я ставлю все-таки шесть. Ну... Да, вот так вот. Немножко достаточно, я думаю. Нажму ОК. И... Мне нужно будет создать Offset Face. Конструкционная плоскость. Где-то вот здесь вот. Offset Plane. Нажму ОК. И... Мне необходимо... Еще один вид. Я говорил, что картинку нужно будет подгрузить. И действительно нужно сейчас подгрузить мне. А... Я на эту поверхность вставляю... Еще одну картинку. Я ее масштабирую. И... Поворачиваю... На 90 градусов. И... Позиционирую ее таким вот, некоторым образом. Так... Верну... Вот... Самолета. И... Нажму ОК. Теперь я пройду... Сделаю калибровку. Я калибровал вот... От... 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 но если поставить определенную задачу то придерживаясь некоторого такого данного принципа построения можно все это достаточно точно воспроизвести далее нажимаем ok и здесь мы видим что крыло вот немножко идет прямо уходит под углом вверх соответственно и здесь мы видим что поверхность немножко у нас не совпадает с положением крыла как идет на нашей модельки поэтому также вызываем edit form и здесь обязательно двойным кликом все это выбираю и начинаю также вот редактировать так так посмотрим ctrl z, ctrl z, ctrl z, ctrl v здесь собственно произошло вот такое вот разбиение на два на 2 на 2 на 2 поверхности и можно использовать инструмент weld vertices то есть это сварка точек и но надо запомнить место где они должны были соединяться я просто так вот буду их объединять здесь на самом деле две точки они не одна и вот еще такая жирная линия мне нужно здесь тоже сварить все вот эти вот точки я их выбираю и по мере того как я их склеиваю мы видим как деградирует форма нашего крыла нажмем окей и нам единственно останется все это подредактировать опять снова так отключу видимость этого тела и вернусь к редактированию edit form выберу edge и вот таким вот способом я все это сейчас растяну можно немножко так все это подтянуть так нажму окей перейду на вид спереди в данном случае и вот мы видим что надо все-таки немножко это как-то подтягивать верну нашу модельку и передаю обратно в edit form и 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 их немножко поднимать вот так. Главное, финальное главное поднять, но сейчас вот сюда. И теперь будем выпрямлять вот это все, расправлять крылья. Так, посмотрим как на виде спереди все, на виде сверху. Сейчас будет отдельная история у нас. Так, вот тут наверно немножко поправить. Ctrl-Z отменить действие. Так. Ну, стало получше на мой взгляд. И нажму ОК. Теперь перейдем на вид сверху и опять-таки продолжим редактирование. И берем Edit Form. И будем вот в этом тоже направлении редактировать наше крыло. Мы видим, что оно нуждается в таком вот смещении. Также необходимо поправить самый первый наш эскиз, самую первую грань, чтобы у нас были плавные линии. Поменяем немножко размеры здесь. Ижем-то необычным. Подписывайтесь на мой канал. Здесь Otwasир. Играет музыка. detire desarroll 개 goose. Вот. И أنا это смеш principle я ��ю его иметь в таком росте. Так, что это сет. Это это Александр какой казалось? И даже в таком росте реальной жизни, unquote. И вы думаете, что на данный cicл объем the last сет. И даем то, что нужно даже помнить росте комнаты. И еще в таком росте, тут еще даем так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь выбираем вот эту грань и вызываем инструмент Fill Hole и мы видим, что здесь происходит коллапсирование и в принципе Weld Center надо нажать... Нажмаем ОК... Приведем также некоторое редактирование всего этого... Немножко смасштабируемся и поместим вот здесь вот... В принципе мы наблюдаем на виде спереди достаточно правильное крыло, но возможно стоит немножко еще вот так вот приподнять... Посмотрим... Ну да... Вполне... Вполне себе... Выглядит... Наверное немножечко нужно в этом месте поменять масштаб... Опять-таки подмасштабировать, немножко уменьшить... Да... Я думаю вот так будет в самый раз... Нажмем ОК... Далее я перейду в рабочее пространство патч... Выберу инструмент Offset... И задам... И создам еще одну вот такую вот... Поверхность... Крыла... Так... Далее наверное мне стоит... Хотя нет... Пока я наверно отключать не буду этот эскиз... Я... Выберу инструмент... В вкладке Create Mirror... Выберу Object... И относительно... Строительный от этой вот оси... Я его спроецирую... Как второе крыло... Верну видимость... Тело корпуса самолета... И в принципе это вот становится похожим... Вот на такой вот объект с вами... Давайте я отключу видимость наших рисунков... Да... Вот здесь вот я вот наблюдаю некоторую такую вот... Особенность... Мне она не очень нравится... Поэтому я скорее всего сейчас... Вернусь немножко назад в таймлайне... Ну... На самом деле не в таймлайне... Здесь его нету... И... На... Вот этом виде... Я... Вернусь... В Workspace Sculpt... И... Это вот ребро я немножко подниму... Нажимаю ОК... Далее я повторюсь все то же самое... Перейду в патч... Создам поверхность... Так... Итого у меня получается... Есть... Здесь две поверхности получается... Я первую удалю... А вот эту поверхность крыла я оставлю... И теперь точно так же я с помощью операции Mirror... Деркали ее... Вот в этом направлении... И получил такое второе крыло... Верну видимость корпуса... Отключу эскиз... И... Картинки... Ну... Вот... Так вот... Все это начинает... Приобретать... Какой-то... Вид... Здесь будет еще один воздухозаборник снизу... И... Вот это все немножко скроется из виду... На самом деле... Далее... Верну видимость эскиза... И... Наши... Картинок... И... Перейду... Сюда... На вид сбоку... И... Точно так же... Вернусь обратно... К... Редактированию... Сейчас надо найти этот эскиз... Самый первый эскиз... Так... Активирую его... Edit... Sketch... Возьму инструмент Line... И... От этой точки... До этой я прочерчу линию... И... Вызову инструмент Spline... Здесь... Мы видим... Точно такой же будет контур... Это где будет наше крыло находиться... И... С помощью инструмента Spline... Я вот... Прокликаю все вот эти вот точки... И... Немножко... Подредактирую... И... Создам... Сейчас... С помощью операции Split Phase... Я разобью эту поверхность... А... Вызову операцию Extrude... Достаточно... На самом деле... Будет... Давайте... Сделать для симметрии... В двух направлениях... Нажимаю... ОК... Далее... Выберу... Split Phase... Выберу... Эту поверхность... Выберу... Вот... Как инструмент для выреза... Эту поверхность... И... Нажимаю... ОК... Так... Найду... Эту поверхность... Вот она в браузере... И... В принципе... Мне... Мой... Первый эскиз... Наверное... Больше не нужен... Хотя... Ммм... Да... Скорее всего... Он мне понадобится... Почему? Потому что... Когда я опять буду... Делать... Здесь... Второй эскиз... По... По... Кончику... Рулей... Хостового оперения... То... У меня опять... Все склеится... Немножко сожмется... И будет... Немножко... Не... Не очень... Четко... Неправильно... Это крыло... У меня будет... Срочно... Мне придется... Двигать... Потом... Двигать... Поэтому... Я... Просто... До нагадности... Удалю... Пока... Эту поверхность... И... Перейду... На вид... Сверху... Да... Вот... Вот... Эскиз... Я... Делаю... Edit Sketch... И... Также... Давайте посмотрим... Как здесь... Оно... По размерности... Приблизительно... Эм... Да... Здесь... Не очень... Понятно... Поэтому... Буду делать... На глазок... Также... С помощью... Instrumental Line... Я создам... Здесь... Вот... Такой... Отрезок... С помощью... Патча... Я его подниму вверх... И... Нажму... Окей... На виде спереди... Я... Вижу... Что у меня уже есть... А... Линия... Скажем... Так... Нет... Эта линия... Не будет участвовать... В процессе построения... А... Далее... Я... Вот... Создаю... Эскиз... На этой поверхности... И... Отсюда... И... В данном случае... Где-то досюда... Я создаю... Дополнительно... Ну... Пусть... Он будет... Вот... Такой... Формы... Так... Здесь... Поверну... Вот... Эти... Вот... Рычажки... Немножко... Настрою кривизну... Немножко... Немножко... Настрою кривизну... Ну... Пусть будет... Например... Вот так... Нажму... Стопскетч... Далее... Используя операцию... Лофт... Я выберу... Вот... Эту грань... На корпусе... Самолётика... И... Вот эту... Поставлю здесь клаву... Галочку... Достаточно близко... Здесь... Как бы... Все это находится... Но... Там видно... Что ошибочка... Тож... Присутствует... Перейду на вид сверху... И посмотрим... Что на себя... Представляет... Данное оперение... Здесь... Давайте... Уменьшим это... До 4... Да... Зажмем... Окей... И приступим... К редактированию... Здесь... Рёбра... Edges... И... Пока что я... Просто... Подтяну их сюда... Так... Отключу видимость... Тело самолёта... И... Тоже вот это всё подтяну... Чтобы... Окей... Тело... Поехали... Убираю эту грань. Зажимаю Alt и с помощью стрелочки я создаю еще одну поверхность. Modify, Fill Hole и нажимаю ОК. Edit Form. Опять вызываю и продолжаю редактировать форму хвостового перения. Здесь немножко мне не нравится как эта поверхность выглядит, но ее можно будет впоследствии на самом деле достаточно легко подредактировать. Просто на самом деле удаляем эти элементы. Немножко редактируем вот эту геометрию. Ну получили где-то вот такую с вами поверхность. Смотрим как она у нас находится. Да она у нас пересекает поверхность корпуса самолета. Нажмем ОК. Перейду в патч. Беру патч. Закрою вот это пространство. Соответственно выберу Offset данную поверхность. Нажмем ОК. Отключу видимость нашей сплайна поверхности. Уберу инструмент Stitch. Создам заплаточки здесь такие. Так а здесь все у нас сшито. Хорошо. Создам инструмент патч для вот этой поверхности. Выделю и с помощью инструмента Stitch я все это сошью. Так. Уберу видимость тела нашего самолетика. Дальше с помощью инструмента патч. Так. Нужно отключить видимость тиски за первого. Создам заплатку еще здесь. Вот эти ли поверхности. У меня тело стало твердым. Перехожу в Sculpt. С помощью операции Extrude. Я так вот так вытяну все это. Создам еще фейсов. Нажим ОК. И с помощью редактирования Вот это вот так вот. Нужно будет все сжать. И подредактируем. Так. Здесь нужно в данном случае делать Fill Hole. Так. Вызову инструмент Fill Hole. Так. Продолжим редактирование. Edit Form. Немножко здесь поменяем пропорции. Подвинем. И немножко увеличим. Приблизительно вот так вот. Перейдем в рабочее пространство патч. Опять сделаю Offset. Отключу поверхность. Ну и в принципе. Да. Наблюдаются вот такие вот косяки из-за того, что не очень хорошо это все отредактировал. Но Есть тоже неплохой способ на мой взгляд. Я на виде сверху создам еще один эскиз. Прямоугольником. Подождите. Вот так просто возьму. И из пространства модель я совершу операцию Extrude. С операцией Cut. Выберу Objects to Cut. И оставлю только для этого тела. Далее я перейду в патч. И выберу инструмент Loft. И выберу вот эту. Грань и вот эту. Нажиму ОК. Здесь все равно какие-то странности происходят. Но я думаю, если немножечко все это подредактировать поаккуратнее, то можно достичь неплохих результатов. Делаю Stitch. Поставлю заплатку с этой стороны. Все это опять сошью. У меня получилось еще одно тело. В рабочем пространстве модели я выполню Combine. Далее выберу операцию Mirror. Зеркальное отображение. И данное тело и от зеркаля относительно оси симметрии. Ну, плоскости симметрии в данном случае. Верну видимость поверхности самолета. Так, я уже запутался. Лишнее можно удалять. Вот у нас так. В рабочем пространстве модель. Перейду в патч. Уберу инструмент Stitch. Посмотрим, что у меня до сих пор не сшито. Да, теперь у меня здесь это тело есть. Я нахожусь в рабочем пространстве модель и я могу удалить этот Face. И с этой стороны тоже могу его удалить. Вот так вот. Посмотрим. У меня есть два крыла. Перейду в патч. Развожу операцию Stitch. И вот так вот. Так, а что у меня осталось из крыла? Колпачок у меня остался в конце. Значит я перейду сюда. Сделаю патч. Выполню операцию Stitch. Ну и вот у меня получилось еще одно такое второе мое тело. Отключу их видимость. Перейду к крыльям. Вызыву операцию Stitch. И вот все это так выберу. У меня есть грид красненькая. Наверное, что-то вот. Да, нужно подвигать ползунок. Увеличить Tolerance. Нажмем ОК и посмотрим, как это все здесь выглядит. Активирую два вот эти тела. И видим, что в принципе, да, вот так вот все. Все у нас вроде как похоже. Перехожу на вид сверху. И на виде сверху я точно так же создам эскиз. Мне нужна ось симметрии. Я ее не могу поймать. Поэтому я буду использовать инструмент Project. Спроекцирую наше тело. И с помощью инструмента Line я найду здесь центральную точку. и вот с помощью инструмента Spline я создам вот такую вот половинку всего этого. руля направления. Так, здесь нужно подправить все вот эти вот ползунки. Здесь тоже мы повернем все это сюда и уменьшим радиус. Зеркально сейчас я все это отображу относительно строительные. Так, здесь у меня появилось вот такие две точки. Я их, наверное, совмещу вот так. Хорошо. Стоп скетч. Да, придется мне сейчас сделать в рабочем пространстве скульпт операцию Extrude. И здесь вот сзади получить вот такой вот профиль. Выполнить операцию Edit. Такое вот сужение сделаем. Посмотрим, как на виде сверху все это будет выглядеть. Стоп, Fill Hole и ОК. Хорошо. Так, далее что я делаю. Я, пожалуй, удалю вот эти вот элементы. Перейду в патч. Создам Offset. Делаю патч здесь. Сделаю Stitch. И перейду в модель. И здесь с помощью инструмента Loft уже создам вот такой переход между вот этими двумя поверхностями. С помощью операции Join я все это соединю. Получили вот такую вот поверхность с вами. Так. У меня есть тело корпуса самолета. Далее я перейду в рабочее пространство патч. С помощью инструмента Extrude я произведу экструзию вот этого контура. Подниму его наверх. Посмотрим, что здесь происходит. Нажиму ОК. И выберу инструмент Split Face. И вот эти инструменты. Затем Split Face. Этот и этот Face. И выберу инструменты. ОК. Так. Видим, что у нас получился вот такой с вами контур на поверхности. Далее на виде сбоку давайте создадим еще один эскиз. Пусть он будет здесь. Нет. Давайте чтобы была привязка по ширине. Создам отсюда. А. До сюда. Extrude. Ну, как раз аккуратно. И здесь сверху я создам еще один эскиз. В принципе у нас середина уже есть. Поэтому с помощью сплайна. Контур у нас сбоку вот такой. Значит да. Значит в любом случае. Вот здесь он и будет у нас заканчиваться. Так. Вот эти две крайние точки я подредактирую. Поближе поставлю. Сделаю операцию Mirror. Нажму ОК. Вот здесь вот. Соединю эти две. Здесь очень похоже. Стоп скетч. Отключу видимость вот этой поверхности. И далее с помощью workspace sculpt и операции Loft я выберу. Так. Change and Selection. Посмотрим что получится при выборе. Вот этого контура и вот этого. Предлагает поменять входные параметры. Поэтому давайте делать по очереди. Сюда. 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 А потом сюда. Отсюда. Обратно наверх. Не получается. Поэтому. Поэтому. Придется создать скорее всего только половинку. Всего этого. Вот так вот. нет. Так. Пусть будет 4 и 4. Сделаем closed и нажмем ОК. ОК. Итого. У меня здесь получилось 3 поверхности. Сделаю world vertices и вот эти нажим ОК. Так. Теперь у меня одна такая поверхность. которая мы будем сейчас редактировать. Я отключу видимость тела нашего кораблика. Edit form. И буду двигать сейчас все вот это вот. Безобразие. Так. Посмотрим. Что у нас. Что у нас тут получается. Мне далее нужно применить Flatten. Значит. Select Plane. Я выберу вот эту поверхность. И мне осталось выбрать мои точки. Так. Почему они выбрались? Обмена. Обмена. А мне нужно выбрать только вот эти вот. Крайние точечки. На. Кое-где я вижу. Она двигается. Так. А. Получилось вот где-то вот такой вот хвост у меня сзади. Хм. Я думаю скажу что с predator у него какие-то. Так. Хм. Продолжение следует... 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 Вот такой способ я предлагаю при построении некоторых моделек. Вот такой самолетик у меня получился, я же желаю вам всем творческих успехов, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пока-пока.